Приветствую тебя, зритель Универньюз. В ближайшие 10 минут с тобой буду я, Анна Глазунова. О жизни Казанского федерального университета, о событиях студенчества и не только прямо сейчас, а так сегодня в выпуске. Что объединяет Казанский федеральный университет и Казахстан? Завершилась первая смена форума «Территория смыслов» на Клязьме. Смогут ли животные прожить без воды? Ответ знают ученые Казанского университета. Казанский федеральный университет и Академия госуправления при президенте Республики Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в ходе визита ректора Кафульша Тагафурова в Истану в составе делегации, возглавляемую президентом Татарстана Рустамом Менихановым. Ректор Кафульша Тагафуров в составе делегации Республики Татарстан под руководством президента Рустама Мениханова прибыл в столицу Казахстана, где открылся Астанинский форум исламской экономики. В рамках мероприятия татарстанская делегация представляет республику как одного из ключевых перспективных партнеров для казахского бизнеса. На форуме состоялось подписание целого ряда документов, направленных на закрепление дружеских и деловых связей. Казанский федеральный университет и Академия государственного управления предпрезиденте Республики Казахстан заключила меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который устанавливает долгосрочные партнерские отношения для реализации совместных проектов. В рамках сотрудничества планируется, что основным станет академический обмен, причем как студентами, так и преподавателями. Запуск совместных образовательных программ и обмен самыми современными образовательными технологиями. Кроме того, стороны смогут поделиться с друг с другом опытом в разработке методических материалов и научной литературы. Также Казанский университет продолжит расширять партнерские связи с другими вузами Казахстана. В рамках визита в Астану ректор КФУ и президент Татарстана также посетили Назарбаев университет. Сотрудничество вуза с КФУ началось в 2016 году, когда его представители впервые прибыли в Казань для обмена опыта в сфере трансляционной медицины. Сегодня наглядно изучить возможности партнеров смог Ильшат Гафуров. Татарстанским гостям показали передовые лаборатории, кампусы и образовательную инфраструктуру, а также познакомили с лучшими студенческими проектами Назарбаев университета и его IT-центра. Напомним, что ранее президент Казахстана Нурслутдан Назарбаев в ходе рабочего визита в Казань посетил КФУ и был удостоен звания почетный доктор Казанского федерального университета. Визит делегации Татарстана в Астану продлится до 5 июля. Диана Шилова, Универньюз. Прокачать свои знания и навыки, пообщаться с талантливой молодежью из разных уголков страны, зарядиться положительными эмоциями. Все это стало возможным на форуме «Территория смыслов», участниками которого стали студенты Казанского федерального университета. Ежегодный образовательный форум «Территория смыслов» на Клядьме – один из крупнейших федеральных форумов, объединяющих активных молодых людей со всей страны. С 27 июня по 12 августа этот форум примет около 6 тысяч участников. 2 июля завершилась первая смена «Новые возможности развития студенческих объединений», в которой приняла участие студентка Казанского федерального университета. Именно на этот форум давно хотела попасть. То есть, этот форум является одним из главных форумов нашей страны, который организует Рост молодежи. Но, как правило, форум – это ощущение, что это просто один большой день, насыщенный. Ты не запоминаешь, где было вчера, где сегодня. Уже в четвертый раз подряд форум проводится во Владимирской области. Сотни молодых людей принимают участие в дискуссиях, встречах и мастер-классах. На территорию смыслов приезжают известные люди, чтобы поделиться своими знаниями с талантливой молодежью. В эту смену к нам приезжал Овечкин. Мы были безумно рады. Также был вице-премьер Республики Удмуртия, были заместители мэра Москвы. То есть, достаточно такие знаменитые люди, которые могут тебе о чем-то рассказать. На этой смене обсуждалось не только развитие студенческих клубов, но и развитие студенческих СМИ. По итогам прошедших шести дней, каждая команда представляла свои проекты. У команды Юли оказался самый лучший проект. Он заключался в том, что мы хотим, чтобы за студентами, которые занимаются журналистикой, в университете закреплялись журналисты с регионального СМИ. И как-то их курировали, помогали. У многих был проект, связанный именно с созданием медиа-центра на базе университета. Что априори понятно, что медиа-центры в большем, ну, в большинстве вузов существует уже. Важно понять, как их улучшить, как улучшить их эффективность. В форуме принимают участие студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели в возрасте от 18 до 30 лет. Впереди еще пять ярких тематических смен форума, которые соберут самую активную молодежь нашей страны. Анна Глузунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается работа приемной кампании. На сегодняшний день подано уже более 7,5 тысяч заявлений от абитуриентов. Предлагаем вам посмотреть кадры. Второй корпус. Научно-исследовательская лаборатория экстремальная биология. Казанского федерального университета исследует животных, способных жить без воды. Как их свойства помогут человеку, вы узнаете прямо сейчас. Ученые Казанского федерального университета совместно с японскими партнерами университета Рикен приступили к работе над проектом «Экстремальные клетки». Проект направлен на изучение животных, способных выживать без воды. Мы собираемся взять гены из многообразия таких вот организмов устойчивых к жизни без воды, как тихоходки, коловратки, наш комар, артеми и так далее. И методом горизонтального переноса генов выявить десятки, а может быть сотни перспективных для использования человека белков. Наработки в этом направлении уже имеются. Учеными выявлено, что, например, комар-звонец способен выживать при полном обезвоживании. Исследование этого организма позволяет применить его способности в направлениях медицины и сельского хозяйства. Потенциально в этом маленьком комарике заключена технология, например, безводного хранения крови. Очень интересно, как хранятся нейроны клеточные. Это источник очень многочисленных открытий, которые поможут переходить к более экономным формам хранения биологического материала вплоть до полного концепции сухого биобанка. А это имеет огромный импакт на уровне, наверное, не знаю, целых стран. Сейчас ученые занимаются изучением других представителей животного мира со схожими особенностями, чтобы выявить комбинации генов для повышения устойчивости при обезвоживании. Проект позволяет сохранять биоматериал без воды, что значительно увеличит срок его готовности к использованию. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз. Закон о повышении ставки НДС прошел первое слушание. Как изменения отразятся на жителях, вы узнаете в нашем сюжете. Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли правительственный законопроект о повышении ставки налога на дополнительную стоимость с 18 до 20%. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Повышение ставки НДС на 2% прогнозируется разными экспертами повышение инфляции от 1 до 2%. Цены в любом случае, ну может быть не на 2%, но в любом случае они поднимутся. Причем это коснется как обычных товаров, работ, услуг, так и каких-то более таких вещей, которые включаются косвенно в цену товара. Увеличатся в том числе и транспортные расходы. Из-за этого цены на различную продукцию также вырастут. Социально значимые товары и услуги сохранят льготные ставки НДС. Изменения не затронут продовольственные, медицинские и детские товары. Планируемое повышение налога на добавленную стоимость в России до 20% может привести к снижению ВВП, потребления, инвестиций, а также может негативно повлиять на динамику импорта и экспорта. Бюджет, по-моему, по прогнозам показательных, там до 620 миллиардов рублей планируется дополнительных доходов только за счет повышения ставки НДС. Естественно, для бюджета эта сумма очень существенная. И здесь, конечно, правительство идет на этот шаг. Тут понятно вот это вот желание получить дополнительные доходы. Ожидается, что эти средства направят на развитие социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру. Законопроект пройдет еще несколько слушаний. Ожидается, что в него могут быть внесены поправки. Артем Топичкин, Универньюз. На этом у меня все. Смотри на социальных сетях и не пропускай свежие выпуски новостей студенчества. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok